Добрый день! Приветствую вас на канале FoodAtlas – техника для вкусной еды. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим печи хлебопекарные электрические ярусные серии HEO 11 и HEO 12 FoodAtlas. Электрические печи серии HEO предназначены для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. Также подходят для приготовления мясных, рыбных или овощных блюд. Используются на предприятиях общественного питания, в кафе, ресторанах и используются только в коммерческих целях. Модельный ряд печей серии HEO представлен в следующем ассортименте – HEO 11, 12, 22, 24 и 33. Рассмотрим их основные отличия и характеристики. Модель HEO 11. Напряжение 220 Вольт, номинальная мощность 3,2 кВт, регулировка температуры до 300 градусов. Нагревательные элементы представлены четырьмя тенами, расположенными сверху и снизу рабочей камеры. Нижние тены закрыты защитным кожухом. Габаритные размеры рабочей камеры составляют 640х470х180 мм, то есть подходят для стандартных противней размером 400х600. Панель управления состоит из регулятора температуры верхней группы тенов, регулятора температуры нижней группы тенов, включения питания, включения освещения. Модели серии HEO 22 и HEO 33 являются соответственно двухъярусными и трехъярусными. Размеры рабочей камеры составляют также 640х470х180 мм, напряжение 380. Потребляемая мощность каждого яруса составляет 3,2 кВт, то есть общая мощность печи HEO 22 составляет 6,4 кВт, а HEO 33 – 9,6 кВт. Обратите внимание, что высота рабочей камеры у моделей HEO 11, 22 и 33 составляет 180 мм. Учитывайте этот параметр. Хлебобулочные изделия увеличиваются в объеме при выпекании. Далее рассмотрим печь хлебопекарную ярусную HEO 12. Напряжение 380 В, номинальная мощность 6,6 кВт у печи HEO 12 и 13,2 кВт у печи HEO 24. Количество нагревательных элементов 12 и 24 соответственно. Рабочая температура камер до 400 градусов. Габаритные размеры камеры составляют 860х640х230 мм, то есть данные печи подходят для установки сразу двух стандартных противней размером 400х600 на один ярус. А высота рабочей камеры составляет 230 мм. Кнопка включения освещения. Кнопки включения терморегулятора верхней и нижней группы ТЭНов. Перед началом работ необходимо удалить всю защитную пленку. При первом включении аппарата и его прогреве нормальным является появление небольшого количества дыну. Перед каждой эксплуатацией печи рекомендуется прогревать нагревательные элементы. Для этого установите низкую температуру нагрева до 90 градусов и подождите несколько минут. То есть у всех печей серии HEO установлены отдельные терморегуляторы на верхнюю и на нижнюю группы ТЭНов. Самой важной особенностью многоярусных печей из серии HEO является независимая работа каждого яруса друг от друга. То есть индивидуальная установка температуры и поддержание температурного режима не связаны с другими камерами. При выборе печи в первую очередь обращайте внимание на габаритные размеры рабочей камеры. Теперь, когда печь готова к эксплуатации, давайте рассмотрим хлебные формы. Хлебные формы используются для выпечки разных сортов хлеба. Пшеничный, ржаной, обдирный и так далее. Хлебные формы изготавливают из сплавов алюминия методом литья под высоким давлением, что позволяет делать формы гладкими. А гладкая поверхность форм позволяет облегчить их эксплуатацию. То есть изделие не прилипает к форме, также требуется меньше усилий при его мойке и обслуживании. Также алюминиевые формы не царапаются, поэтому подходят для ежедневного использования. Все хлебные формы соответствуют ГОСТу 17-327-95 техническим условиям и по запросу сопровождаются сертификатами качества. В компании FoodAtlas представлен широкий ассортимент хлебных форм в наличии более 10 тысяч единиц. Основной перечень форм сейчас будет на экране. При выборе формы тщательно обращайте внимание на габаритные размеры и заявленный выход готового хлеба. Хлебная форма L6. Выход хлеба 760 г. Хлебная форма L7. Выход хлеба 670 г. Хлебная форма L7 овальная. Выход хлеба 670 г. Хлебная форма L10. Выход хлеба 560 г. Хлебная форма L11. Выход хлеба 330 г. Хлебная форма L12. Выход хлеба 220 г. Хлебная форма L17. Выход хлеба 770 г. Хлебная форма диабетическая. Выход хлеба 200 г. Хлебная форма Doka-хлеб. Выход 400 г. Хлебная форма Keks 150 г. Хлебная форма Keks 75 г. Хлебная форма Kulich F110. Выход хлеба 200 г. Хлебная форма Pashka F180. Выход хлеба 670 г. Если у вас задача производить, например, по 500 булок хлеба в смену, тогда вам будут необходимы хлебные формы, спаянные в одну кассету, как, например, хлебная форма 5L7 или хлебная форма 6L10 с ручками. По желанию покупателя, форма комплектуется в двух, трех, четырех или будут другие конфигурации с ручками или без них. Обратите внимание, что масса хлеба зависит от вида теста и сорта муки, которую вы используете в рецептуре. То есть, масса хлеба, приготовленного из пшеничной муки, будет отличаться от массы хлеба, приготовленного из ржаной муки в одной и той же хлебной форме. Новые алюминиевые хлебные формы внутри не имеют антипригарного покрытия, потому без предварительной подготовки выпекать в них хлеб не рекомендуется. Предварительная подготовка хлебных форм включает в себя следующий процесс. Вымыть несколько раз формы в теплой воде с использованием моющих средств. Высушить формы. Для этого можно использовать печь или духовой шкаф при температуре в 70 градусов. Промазать внутреннюю поверхность хлебных форм растительным маслом. Поместить формы в печь или духовой шкаф вверх дном, чтобы остатки масла стекли с формы. Прокалить хлебные формы при температуре в 250 градусов в течение 10 минут. При прокаливании на внутренней поверхности образуется тонкая намасляная пленка, которая на дальнейшем будет служить антипригарным покрытием. По в течение 10 минут выключить печь или духовой шкаф, дать формам остыть. Перед выпечкой смазать форму маслом еще один раз. Испечь хлеб. Итак, мы закончили работу на оборудовании и приготовили хлеб. К сожалению, первый блин получился комом. Но, что самое интересное, после первичной обработки хлебной формы, после использования, хлеб отошел совершенно свободно. И никаких остатков продукта в хлебной форме у нас не осталось, что в первой, что во второй. Готовили, кстати, в хлебной форме L11 и L10. Задавайте ваш вопрос в комментариях, с удовольствием на них ответим. Готовьте вместе в Удатлас. До новых встреч!